Главная тема международных тактик о специальных учении — ликвидация трансграничных чрезвычайных ситуаций, связанных с аварией на магистральном нефтепроводе. В ходе учений проводилась проверка готовности сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, республиканской системы по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях Республики Беларусь и ведущей российской компанией по транспорту нефти «Транснефть», дочернее предприятие которой магистральные нефтепроводы «Дружба», работает в 14 регионах, в том числе и в Смоленской области. Учения начались на Смоленщине с проверки работы систем оповещения и предупреждения о возникших аварийных ситуациях при эксплуатации нефтепровода. Недалеко от Смоленска находится НПС-3, третья нефтеперекачивающая станция Новгородского управления магистральных нефтепроводов «Дружба». По легенде учения, нефтепровод был поврежден в 40 километрах от станции на подводном переходе через реку Днепр. Сработала современная система обнаружения утечек и для определения точного места повреждения оперативно выслали на трассу нефтепровода патрульную группу и бригаду для закрытия линейных задвижек и локализации поврежденного участка. Перекачка нефти была моментально остановлена. Условно, конечно. А реально одновременно был организован экстренный сбор и направление персонала и спецтехники с оборудованием для локализации и ликвидации аварийного разлива нефти на рубеже установки боновых заграждений к реке Днепр. С учетом скорости течения реки и времени выдвижения автомобильных колонн на реке определили три места установки боновых заграждений на расстоянии 8-9 километров ниже по течению от предполагаемого места аварии. Впечатляет перечень техники, которую так быстро собрали в Новгородском управлении магистральных нефтепроводов «Дружба» для выполнения задач международных учений. Три автопоезда с комплектами оборудования для локализации и сбора нефти, шесть нефтесборщиков, шесть емкостей для временного хранения нефти, три мощные моторные лодки с комплектами якорных систем, растяжек и лебедок на шесть ниток боновых заграждений. Также на берег реки Днепр, опережая нормативные сроки, прибыли автомобильные нефтесборщики, пожарные автомобили, вездеходы, грузовик с сорбентами и другими материалами и инвентарем для сбора нефти с поверхности воды. И даже передвижной штаб, оборудованный современными системами связи и управления. Работали и мобильные группы для обеспечения режима безопасного производства работ, медицинский автомобиль, всего 34 единицы спецтехники Новгородского управления магистральных нефтепроводов «Дружба». На всех трех рубежах локализации и разлива нефти бригады экипированы всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и обувью. У сотрудников «Дружбы» были и средства спасения на воде, а также для работы с нефтепродуктами. Специалисты по контролю за газовой средой в районе учений регулярно производили отборы проб воздуха на содержание углеводородов. На каждом рубеже локализации и разлива нефти бригады устанавливают две нитки боновых заграждений под углом 30 градусов к берегу. Это обеспечивает формирование потока нефти, разлившейся по поверхности воды, и направление ее в так называемый «карман», где устанавливается нефтесборное устройство. Нефть собирают в небольшую емкость на берегу, затем туда подъезжает автомобильный нефтесборщик с вакуумной цистерной, откачивают и перевозят черное золото к уже смонтированным дальше от берега емкостям для временного хранения нефти объемом 100 и 400 кубометров. Люди и техника могут работать здесь даже ночью. На рубежах производится установка прожекторных систем во взрывозащищенном исполнении с автономными источниками питания от мини-электростанций, имеющих встроенное искрозащитное оборудование. Когда нефти остается в реке мало, нефтяную пленку можно эффективно собрать с помощью сорбирующих материалов. Сорбенты впитывают нефть, потом их упаковывают в герметичную тару, увозят и утилизируют на специализированных предприятиях, одно из которых расположено в Брянске. За ходом учения наблюдали сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые, кроме того, обеспечили видеотрансляцию развертывания техники и работы бригад магистральных нефтепроводов «Дружба» для Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России. Специалисты «Дружбы» также отрабатывали комплекс мероприятий по замене дефектного участка нефтепровода. По возникновению данной ситуации у нас проводятся превентивные меры, это диагностика нефтепроводов. При строительстве в нормах проектирования у нас уже заложены коэффициент запаса прочности. То есть возникновение данной ситуации практически сведено к нулю. Но, учитывая риски по охране окружающей среды, наша компания тратит, вы видите, огромные силы и средства для поддержания готовности к устранению подобных возможных аварий и ликвидации их последствий. Наблюдатели компании «Транснефть» и магистральных нефтепроводов «Дружба» дали высокую оценку действиям участников и руководителей международных учений. Была отмечена четкая и слаженная работа всех подразделений МЧС и «Транснефти», готовых в любую минуту защитить экологическую безопасность реки Днепр, ее российских и белорусских берегов. Продолжение следует...